Добрый день, уважаемые зрители и гости моего канала Нашу жизнь. Сегодня я хочу вместе с вами проэкспериментировать и посадить лук на рассаду. Первый раз в этом году услышала о таком способе. Обычно лук всегда сажали маленькими луковичками прямо в открытый грунт. В этом году увидела о таком луке, как Эксибишн, который обещает быть крупным, 500-800 грамм головка, в ряде случаев до килограмма. Но особенность его выращивания в том, что он сажается только рассадой, только семенами. И так, соответственно, в одном пакетике вот такое количество семян. Здесь их несколько десятков. Видно, что они покрыты зеленой оболочкой. Обычно семена, которые покрыты оболочкой, не требуют предварительного увлажнения, предварительного замачивания. Поэтому мы сейчас их будем сажать прямо сразу в грунт. Как видите, я подготовила вот такие кассеты. По 9 штук у нас наполнила их землей, увлажнила водой, слегка прижала, примяла для того, чтобы поверхность была относительно ровной и гладкой. Ну и, обратите внимание, оставила небольшой зазор для того, чтобы подсыпать совершенно чуть-чуть земли сверху. Итак, в каждую ячейку я предполагаю насыпать 3-4 семени. По одному я не рискну, потому что, может быть, не все прорастет. Говорят, что лук обладает хорошей всхожестью только в первый год. По сроку годности у нас еще все хорошо, но все-таки первый раз пробую, не хочется оставлять пустыми ячейки. Некоторые, наоборот, рекомендуют сажать лук достаточно густо, а потом его все равно пересаживать, рассаживать. Но, тем не менее, вот 4-5 семян где-то попадает. Для начала, я думаю, этого будет достаточно, а потом уже посмотрим, как он приживется и как он будет себя чувствовать. Итак, заполняю кассету. В принципе, у меня вот этих семян достаточно для заполнения одной кассеты. Оставшиеся семена я посажу рулонным способом, посмотрю, как они взойдут. И сверху мы должны будем присыпать их небольшим количеством земли, буквально 1 сантиметр, просто чтобы чуть-чуть их прикрыть. Сильно углублять их не нужно, потому что семена достаточно дадут тоненькие-тоненькие всходы, листочки, по крайней мере, как обещают нам во всех сообщениях наши садоводы. Поэтому у них может не хватить собственной силы для того, чтобы очень толстую поверхность, плотную поверхность прорасти, пройти. И более того, обязательно нужно полить было землю до того, как я туда посадила семена. Дело в том, что если мы будем поливать сверху, то в этом случае вода утянет за собой семена вглубь. Я очень много хорошего слышала о луке Exhibition. И, собственно, в одном из этих контейнеров, в одном из лотков я посадила его семена. Обращаю внимание на то, что семена этого лука зеленоватого цвета, они покрыты определенной оболочкой. А вот второй лук, семена ничем не покрыты. Это тоже репчатый лук, лук глоба. Он тоже обещает достаточно крупные всходы, до одного килограмма вес. И тоже размножается он рассадным способом. Итак, технология у меня была абсолютно одинакова для посадки что одного, что второго лука. Я для них подготовила кассеты. Вот для лука глоба у меня получилось две кассеты, но я и сажала его из двух пакетиков. Как вы видите, каждая кассета подписана, пронумеровано моим специальным номером. И я сначала насыпала земли, полила. Дальше положила семена по... Ну, вот, честно сказать, Exhibition у меня получилось по 3-4 семени. А вот, что касается лука глоба, то семян здесь было немножечко больше. И я буквально штучек по 6-7 семян села в каждую ячейку. Таким образом, я буду ожидать здесь более крупные всходы, более пышные всходы, густые всходы. Сверху я чуть-чуть присыпала землей для того, чтобы не утрамбовывать и не углублять посадки лука. Тем более, что он будет у нас очень тоненьким, должен, по крайней мере, как нам обещают производители, достаточно тоненьким. Поэтому нам очень важно, конечно, будет его сохранить. Еще я хочу посадить те же самые два сорта. Вот вы здесь видели, у меня осталось семян. Хочу посадить те же самые семена того же самого лука Exhibition и лука глоба в рулон. И посмотреть, какой сорт взойдет быстрее, какой способ окажется более эффективным. И вот этот контейнер я накрою полиэтиленовым пакетом, утеплю его и поставлю в теплое место. По крайней мере, сейчас это будет батарейка. Так как они у меня подписаны, то оставлять, отсыревать сами пакетики, из-под них нет смысла. Поэтому я их убираю. Ну а к чему приведет наш эксперимент впервые? Далее мы должны будем укрыть эти посадки целлофаном и поставить в теплое место для ожидания всходов. Всходы ожидаются в течение одной-двух недель. Ну а как они прорастут, мы с вами посмотрим. Спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале Нашу жизнь.